Бойцы, как вы знаете, мой канал существует уже больше года и только как правильно его вести я узнал буквально полгода назад. У меня появилась цель к концу 2022 года набрать 10к подписчиков на своем канале. Каждый из вас, кто не подписан на канал, вы можете перейти и нажать на кнопку подписаться. Надеюсь, я добьюсь желаемого результата. Всем спасибо! Последнее время я стал все чаще выпускать видео с Яном, так как сначала я решил сделать разбор их боя с Мирабом Двалишвили, но оказалось, что этот бой никому не интересен. Потом я выпустил разбор боя, который с большой долей вероятности должен был пройти, но из-за разногласий так и не состоялся. Это поединок против Марл Навиры и теперь многие фанаты зашли в тупик. Кому биться с Яном? Я сейчас вам дам четкий ответ. Кто, скорее всего, станет следующим оппонентом Петра? Всем привет, бойцы! С вами канал Беларус Той Мамэй и в этом видео я разберу бой Петра Яна против чемпиона наилегчайшего веса Дэвисона Фигереда. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну мы погнали! Легчайший вес за последнее время получил много анонсированных боёв, но вот незадачи, ни в одном из них не упоминается имя российского бойца. Буквально все из топ-10 заняты. У всех бои. Казалось, что остается только Кори Санхаген, но на момент записи этого сценария появляется информация, что Кори уже получил соперника и, увы, это не Ян. И теперь все стало еще хуже. Все заняты, так с кем же драться Яну? Как мы знаем, Дэвисон Фигереда собирался перейти на категорию выше. И учитывая, что все поединки заняты, остается лишь Ян. И, скорее всего, компания уже работает над этим поединком. Многие фанаты считают, что Петра пытаются максимально слить и не давать ему никаких боёв, но я с вами не соглашусь. Они специально готовят громкий бой с участием обоих спортсменов. Я уверен, для бразильца Петр Ян – это лучший оппонент, с кем ему можно было встретиться, так как остальные в топ-10 не имеют таких навыков и популярности, как сибиряк. Я надеюсь, вы поняли, что компания никак не хочет слить Петра. Этот бой принесет Яну в два, а то и в три раза больше денег, нежели с каким-нибудь Марлоном Верой или Жозе Альдо. Оба бойца имеют арсенал за личных ударов, а значит, заскучать в этом поединке они нам не дадут. Но мы будем плавно передвигаться к сути этого видео. Давайте постараемся понять, кто лучше в ударке, борьбе и остальных аспектах, чтобы в конце сделать вывод и узнать победителя этого захватывающего поединка. И давайте начнем мы с бойца, который собирается подняться. Дэйвисон Фигереда. Он имеет безупречный стиль ударной техники. И это удивительно, так как в основном бойцы этого дивизиона привыкли работать более аккуратно. Но Дэйвисон удивляет всех с каждым разом. Два кровавых поединка против Джозефа Бина Видезла. Казалось, что после их боя американец никогда не вернется прежним. Столько пробочных ударов. Также первый бой против Брэндона Морена, где снова Фигереда показал свой дух воина. Хоть его и пробивали, но он стоял и отвечал теми же ударами, и каждый из бойцов был лучшим в тот вечер. Не зря же была зафиксирована ничья. Стиль бразильца построен о том, чтобы постоянно прижимать своих визови клетки. И только тогда он чувствует себя комфортно. А когда ему дают жесткий отпор, который дал ему Морена, вот тогда Дэйвисон начинает паниковать. И Ян может быть первым, кто дегласирует чемпиона на руках. Как мы знаем, Ян первый классный боксер, которого перебить на руках задача не из легких. Он также любит, как и Фигереда, когда его оппонент находится возле клетки. И там он уже разбивает все конечности своих визови. Ян не стоит на месте в плане ударной техники. Он продолжает повышать свой скилл. Как мы видели, в предыдущих своих боях он все больше стал затрагивать кикбоксинг и удары ногами могут достать проблем бразильцу, учитывая какая разница будет в антропометрии. Яну не составит труда пробивать свои кики и точно попадая в цель. Также он может спокойно держать бразильца на дистанции, и как только он попадает из близца пробить пару порций содовых. То, что Фигереда поднимается в весе, для него это минус, так как по габаритам он будет уступать всем, и не только Яну. Его будут превосходить такие бойцы, как Алджемен Стерлинг, Ти Джей Дилошоу, Коллисон Хэггин, которая на голову, а то и на три выше бразильца. Фаворит в ударке за счет своих размеров будет лидировать Петр Ян. Если он подберет правильный геймплан на этот поединок, то я уверен, Дэвисон явно будет в шоке от работы русского бойца. Что же касается борьбы, то за последнее время Ян ею так назытился, что как по мне, ему вообще не в кайф бороться. Последние его два поединка с Алджем были только в борцовском стиле. То один переведет, то второй. И так все два поединка. Я думаю, Ян излег все те ошибки, которые произошли в эти боях, и уже в будущем вряд ли их допустит. По крайней мере, Петр, если будет недооценивать борьбу Дэвисона, а она у него присутствует, то тогда никаких проблем с этим аспектом не будет. Фигурейда не является жестким процухой, как Алджо, который будет спамить переводами. Нет, максимум он попытается за бой перевести раза два, не больше. И от этих попыток, если Ян будет в хорошем ментальном состоянии, он должен защищаться. Также Петр хорошо владеет атакующей борьбой. Он может сам спокойно перевести и подключить свой гранд энд паунд. Он может контролировать. В общем, сибиряк в борьбе не промах. Дэвисом Фигурейда не сказать, что хорош в борьбе. В основном, его пытаются перевести. И если он это видит, то он может сконтрить, после чего он может оказаться в топ-позиции или же захлопнуть гильотину. Но чистыми переводами бразилец не славится. Он особо и не пытался это делать, так как все время приоритетом в его боях стояла стойка. Но если бой каким-то образом заходит в парту, то бразилец не против и может легко поддержать такой бой. Яну не стоит переживать за тейкдауны и за контроль. Бразилец делать этого не собирается. Ему стоит беспокоиться о его БРЖ. Вот тут он мазил своего тела. Если зазеваться и не заметить какое-нибудь движение, все, ты в ловушке. И выбраться из нее удавалось немногим. Беспощадному нужно сконцентрироваться именно на болячках бразильца. Фаворита в борьбе я также выберу Яна. Но вы спросите меня, почему? Потому что он может защищаться от переводов, нежели Фигереда, которого бороли и сабмитили. Также Ян может сам перевести и долгое время контролировать. В прошлом бою Ян допустил много ошибок, связанных с этим аспектом. И я надеюсь, что он понял свои недочеты и в следующий раз такого не будет. Что же касается Скардио, то с этим у Петра никогда не было проблем. Он всегда выходит в хорошей для себя форме и без всякого труда доходит до пятого раунда. И неважно в каком стиле. Он работает в ударке или борьбе, его избивают или он. По-любому Петр дойдет до пятого раунда, где будет превосходить своего оппонента в два, а то и три раза. Всю свою спортивную карьеру Ян сражался пять раундов. В ЭСЕ несколько раз, а затем в UFC. И пока нет даже близко равных по Кардио с Петром Яном. Максимум, кто может с ним поконкурировать, это ТиДжей Дилошоу. И учитывая его ворот, он скоро пойдет на спад. Но ТиДжей на данный момент реально единственный боец, который примерно на одинаковом уровне. В плане Кардио с Петром других пока нет. Как мы знаем, Дэвисон финишер, который не любит все доводить до судейского решения. Но в последнее время он заходит в чемпионские раунды, где я вам хочу сказать, смотрится, я бы даже сказал, круто. Учитывая, что он всю свою карьеру финишировал своих оппонентов, а затем начал проводить зарубы до пятого раунда. Этого многого стоит. Я уверен, Сильяна он выдержит, так как он имеет похожие. И если никто никого не вырубит, значит они оба дойдут до судейского решения. Но вот только кто будет свежее, так как мы знаем, что в ММА Кардио играет большую роль. Какой бы не был ударник с крутой техникой и прочее. Если ты не имеешь хорошую выносливость, то тебя перебьют. Так что в этом поединке каждому из бойцов хороший запас выносливости понадобится. Фаворитов Кардио я выбираю Петро Яна, так как ему не привыкать к 25 минутам. Он много раз проходил эту дистанцию, в отличии от Фигереда, который будет проходить только в третий раз. В плане духа я поставлю рамество. Оба бойца имеют дух воина, и заднюю маловероятно, что кто-то из них даст. За всю свою карьеру ни одного и другого такого замечено не было. Мой прогноз будет таким. Бой начинается в равном ключе. Может даже преимущество больше будет у бразильца, который будет умел сокращать дистанцию и попадать по голове Петра. И ближе к середине второго раунда Ян включит свой максимум и пойдет уничтожать бразильца своими бомбами. Я уверен, как только Ян начнет действовать, бразильц потеряется и будет работать от сетки. И, скорее всего, бой дойдет до решения судей, где с отчетом 49-46 победу держит боец из России. Я уверен, если Яну дали такой бой, то компания ему что-то пообещала. И, скорее всего, это третий шанс встретиться с Элджи Мэйном Стерлингом. После победы над Фигередой Ян получит титульный шанс, так как других боев для Петра в этом дивизионе я найти пока не могу. Но Дэйвисон после поражения, как я думаю, останется в этом весе, так как гонять много веса не нужно. Этот дивизион сейчас у всех на слуху и громкий бой для бывшего Чемпа они смогут найти. Поединок с Дилашеву вполне может состояться Жозе Альдо и многие другие бои ждут Кратоса в этом дивизионе. А как вы считаете, кто победит в этом бою? Ваше мнение я хочу увидеть в комментарии. Ну а с вами был канал Беларус Той Мэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.